Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, и я являюсь основателем фитнес-проекта в городе Ханты-Мансийске. Сегодня мы с вами поговорим о том, как быть в хорошей форме, имея всего лишь 15 минут свободного времени и занятаря, имея только спортивный коврик. Наша тренировка будет состоять из четырех упражнений, все из которых являются базовыми упражнениями. Первое упражнение – это классические приседания. Исходная позиция – стопы на ширине плеч, носки направлены строго вперед. На вдохе опускаемся вниз, ягодицы уводя назад, на выдохе поднимаемся наверх. Важным моментом является соблюдение, конечно же, техники. Я сейчас покажу распространенную ошибку, которая может возникнуть во время приседания. Это острый угол в коленном суставе. То есть, вместо того, чтобы тянуть таз назад, мы начинаем падать на колени. У нас нарушается проекция колена над стопой, да, и автоматически наши колени подвержены травме. Поэтому важно тянуть хвостик именно назад, тем самым растягивать заднюю поверхность бедра, большую ягодичную, и ее прорабатывать. Следующее упражнение – это выпады. Исходная позиция – стопы на ширине тазобедренных суставов. Левая или правая нога шагает вперед, вторая нога остается сзади на носке. Сосредоточили вес тела на бедре впереди стоящей ноги. На вдохе опускаемся вниз. Снова соблюдаем проекцию колена над пяткой. На выдохе поднимаемся наверх. Важный момент – колено не выщелкивать в верхней точке. Вниз колено мягкое. Вниз колено мягкое. Обращаю внимание, что носок задней ноги постоянно устойчив, то есть вырастаем и на пятку не уходим. Сосредоточили вес на бедре впереди стоящей ноги. Вниз, выдох, наверх. Вниз, выдох, наверх. Следующее упражнение – это отжимания. При этом вы можете регулировать нагрузку тем, что отжимаетесь либо с коленей, либо с прямых ног. Важный момент – ладони поставить шире ширины коврика, для того, чтобы наши грудные мышцы проработались более эффективно. Я показываю вариант выполнения с коленей. Корпус вместе с бедрами подаем вперед, на вдохе опускаемся вниз, локти направляем в сторону, на выдохе поднимаемся наверх. При этом важным моментом является расстояние между подбородкой и грудью. Важно, чтобы шея являлась продолжением позвоночника. То есть ни в коем случае не подгибаем шейный отдел. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе наверх. Взгляд на коврик. Выдох наверх. Следующее упражнение – это скручивание туловища, он же кранч. Итак, исходная позиция – сидя на ягодицах, руки мы держим перед собой. На вдохе круглой спиной, подтягивая живот, опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся наверх. Снова круглой спиной, словно колесо, опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся наверх. При этом максимально втягиваем живот, пупок, тянем в сторону позвоночника. И еще раз. Вниз на вдохе, выдох наверх, вниз, вверх. Итак, наша тренировка длится ровно 15 минут. Каждое упражнение мы выполняем ровно 15 раз. Выполнили приседания 15, выпады правая и левая по 15, отжались 15, выполнили кранч 15 раз. Без отдыха сразу же приступаем к такой же последовательности, то есть ко второму кругу. Снова 15 приседаний, выпады, отжимания и кранч. И опять снова встаем, и все сначала. Я желаю вам хорошей тренировки и приятных ощущений на следующий день. Помните, что для того, чтобы оставаться в форме, нужно желание, нужна регулярность и систематичность выполнения тренировок. Всем пока-пока, хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok